Вопрос «Скрытые силы в человеке и оккультизм». Да, мы могли, может быть, и не говорить о нём, я уже сейчас не помню, но это вопрос очень серьёзный, и он касается огромного количества фактов, которые просто поражают человеческое воображение и человеческий ум, факты, которые выходят за границы тех естественных закономерностей, которые известны науке и, я бы сказал, здравому рассудку и элементарному человеческому опыту. Речь идёт о чём? О так называемых экстрасенсорных способностях человека. Это прежде всего. Сюда входит, вы знаете, целая группа явлений телепатии, телекинез, и подчас предвидения некоторых событий, и то, что иногда бывает, человек видит в полудрёме или даже в сонном состоянии, и оказывается это совершенно точным затем исполнением виденного, воздействие с помощью, так сказать, рук, мыслей. И затем, как кажется, в некоторых случаях, может быть, очень во многих случаях, это может распространяться и даже на такие явления, как истечение истечение из бумажки или из деревянного изображения, или из статуи, того, что у нас сейчас принято называть мироточения, хотя, надо признаться, что это название очень условное, и оно потому так названо, что связано было с иконами. На самом деле, вот это появление жидкостей где-то такое, я извините, что так грубо говорю, но вы сейчас поймёте, оно наблюдалось даже и в древности, в дохристианскую эпоху, и наблюдалось даже среди языческих богов. Например, скульптура Аполлона однажды, что-то три дня, по-моему, потела, кажется. Так они называли – потела. Ну, появлялись вот капли. Совершенно всё сухо, и вдруг она вся орошена вот такой жидкостью. Да, срезали... Собщение есть у Болотова, кстати, Василия Васильевича Болотова в истории Древней Церкви. Я здесь помню уже где-то, когда срезали священный дуб, то из пня долго шла кровяная жидкость, как они говорили – кровь. Это всех поразило, потому что, сами понимаете, срезали дубов сколько угодно. Да, именно здесь священный дуб, и появление вот такой жидкости кровяной. Вообще явлений много. Может быть, вы знаете вот чудо Святого Януария, когда в капсуле, запаянной капсуле, хранится запечённая кровь. Сухая кровь. И вот говорят так, что два раза в году, в дни памяти Святого Януария, она приобретает вот эту запечённую кровь. Текучесть становится жидкой. Правда, в этой капсуле. Вот такие вещи. Один из слов, явлений необычных очень много. Явлений, которые выходят, ещё раз повторяю, за границей тех познанных природных закономерностей, с которыми человек соприкасается. Как их объясняют? Объяснений три, как вы знаете. Когда мы говорим о попытке христианского объяснения. Говорят так, есть явления, которые от Бога, мы их называем чудесами. Есть явления, которые обусловлены действием демоническим, и мы говорим, что это искушение. И вот последнее, о чём как раз я и хочу вам сказать. И этот вопрос я поставил вам в программу. Дело в том, что мы не можем все явления относить только к этим двум категориям. Мы забываем о том, что человек является образом Божиим. И что в человеке, как таковом, скрыты колоссальные силы и возможности. Вы помните, Христос что сказал? Если веру будете иметь, скажете это и горе, двигнись и двинется. А помните, почему он сказал? Провёл ночь в Вифании. Видимо, не просто провёл ночь. В молитве провёл ночь. И утром, как написано, взалкал. И когда шёл из Вифании, то увидел смоковницу и подошёл к ней искать плодов. Понимаете? Вот голод человека. Что-нибудь найти на ней. И ничего не нашёл, кроме листьев. И он сказал, да не будет от тебя плода вовек. И смоковница на глазах учеников высохла. Они были крайне потрясены этим. И вот Христос на это сказал. Если будете иметь веру, хотя бы зерно горчичное, скажете это и горе, двигнись, и она двинется. Мы обычно объясняем эти вещи чем? Что веру в Бога будем иметь. Да. Чудеса все Божии именно совершались так. Обращение к Богу, веры, всесильную помощь Божию и действие действительно осуществлялось. И Господь осуществлял. Но мы забыли другое. Что человек есть образ самого Бога. И образ не просто какой-то отпечаток, знаете ли, как вот человека, а это его фотография, которая ничего не значит. Совсем нет. Когда мы с вами говорили об образе Божьем, то мы указывали на очень существенные характеристики этого образа. Самосознание, личность, свобода, ум, дух, творческий дух человека. То есть, это вещи – не простая тень Бога. Это не тень Бога. А это действительно образ и подобие, обладающие богоподобными свойствами. Вы понимаете, в чём дело-то? Свойствами, силами, разумом, богоподобными. Настолько богоподобными, что в Своём Вознесении Христос спосадил человеческую природу одесную Бога. То есть, этим самым показал, что человек по своей природе могущественнее всех творений, которые были созданы Богом. Я уже говорил, что значит одесную. Одесную. И этот факт подтверждается другими соображениями. Мы говорили с вами. Богоматерь, пожалуйста, сколько она прожила десятков лет? Она уже честнейшая Херувимова. Опять мы о том же самом говорим. Я вам приводил целый ряд высказаний отцов, которые решительно утверждают, что человек по своей природе выше ангелов, то есть выше всех прочих творений Божьих. Почему для нас это так важно в данном вопросе? Вы уже, наверное, понимаете. В человеке скрыты колоссальные возможности, колоссальные силы. Ведь вы не думаете, что когда святые молились и приподнимались, отрывались от земли, что это Бог их брал и поднимал? Ну, конечно же, нет. Дело не в этом, что даже вот то незначительное исцеление, а оно незначительно по сравнению с полнотой исцеления, которую получит человек в воскресенье, в всеобщем воскресенье, даже вот это незначительное исцеление природы человеческой, уже смотрите, как преображало её, как преображало их лицо. Оно становилось ликом. Подчас невозможно было смотреть на лицо человека. Помните, Мотовелов Серафим Саровский? Лицо, как солнце. Вот эти вещи, действующие на наши чувства, да, мы понимаем. Но не забудьте, это только поверхность. А что скрыто-то внутри? Какая полнота, могущественность и сил скрыта в человеке? Я вам скажу, что это те силы, которые нельзя сопоставить ни с чем. Если даже материя, вот эта материя, которую вот можно сыпать, песок, обладает такой силой, что весь мир содрогнулся, когда мы услышали о взрывах атомной и водородной бомбы, то эти силы, опять хочу сказать, ничто по сравнению с силой человека, скрытое внутри его. Эти силы закрыты в нём. Вот как ядерные силы. Посмотрите, когда открыли только. Сколько веков, кажется, занимались тем, тем, другим, открыли только, только их, совсем недавно. И что мы видим? Мы видим не просто их мощь, мы видим и другое, то, что с религиозной точки зрения является главнейшим. Что не случайно эти колоссальные силы оказались за семью замками. Посмотрите, что произошло, когда открыли их человеки, нравственно, не дорожшие до того уровня, чтобы использовать эти силы только во благо человека. Ядерные взрывы в воздухе, эксперименты, ядерные подземные взрывы, ядерные взрывы на поверхности земли, наконец, Хиросима и Нагасаки и прочие вещи показали, каким ужасом грозит нам знание, открытие этих сил, когда они выходят из-под контроля нравственного начала человека. Но, повторяю вам, даже эти силы – ничто перед тем, что скрыто в человеке. не случайно, я думаю, йоги говорили, что человек может мыслью убить слона. Мне неизвестно, в случае, чтобы они когда-либо это делали, и являются ли эти утверждения просто так сказанными, или действительно они ощущали какие-то потрясающие силы. По крайней мере, рассказывают вот такие вещи. Например, я говорю, на берегу Ганга встречается старый йог и молодой йог. И молодой йог говорит старому, вот я 30 лет трудился, молодой, ему лет 50, ну, молоденький юноша, сами понимаете, вы по себе-то можете судить. Так, и говорит, я 30 лет потратил на то, чтобы добиться, что могу перейти Ганг, как посуху. На что старый йог ему отвечает, бедный ты человек, то, что можно сделать всего за 2 рупии, ты на это потратил 30 лет. старый йог знал ещё что-то гораздо более интересное, важное. И он только покачал головой, бедный ты человек, и тому стало страшно стыдно. Я думаю, что после этого он, естественно, обратился, наверное, к этому йогу и спросил, а что же тогда такое? Может быть, больше. Я сейчас не касаюсь вам системы йоги, это вопрос другого порядка, хочу вам только сказать, что, кажется, в человеке скрыты эти возможности. Многие святые, христианские святые, переходили точно так же по воде, как по суху. Вот та же Мария Египетская, пожалуйста. Помните египетские подвижники, когда двое из них перешли Нил, и потом взяли и посмотрели на свои сандалии. У одного сандалии остались сухими, как и были, абсолютно. У другого сандалии чуть-чуть мокрые оказались. Он спросил, в чём дело? Почему у меня мокрые сандалии? И тот ему ответил, ты когда-то не пожалел какую-то тварь, не проявил любви к какой-то тваре. Я не знаю, к кому там уже, к какому зверю или птице. Я не знаю. Но, в общем, проявил некоторое... Ну, проявил нелюбовность к чему-то. Видите, оказывается, христианство говорит, что вот эти возможности, эти силы человека, которые в нём есть, они глубоко сопряжены с нравственностью человека и его определённой духовностью. Видите, даже многие вещи приобретаются, помимо даже христианской веры. Вы слышите? Помимо христианской религии уже давно и другие, другая сторона людей... Я вам сказал сейчас о светлой стороне. Теперь я хочу сказать о другой. Уже давно обратили на это внимание, верили в это, знали это. И люди, для которых, для которых самым главным было найти эти силы и оказаться властителем этих сил и использовать их так, как это мне хочется. Нравственность была уже выброшена. Нравственное начало совершенства человека для них не имело никакого значения. Вся задача была получить эти силы, захватить эту атомную бомбу в свои руки. И вы, знаете, помните притчу Христову, когда он говорит, добрый пастырь входит зверями во двор овчий, а вор и разбойник прилазит и инуди. И вот, оказывается, есть возможность, даже не возможность, а это естественно, когда человек правильно живёт и правильно подвязается, правильно совершенствуется, эти силы открываются в нём естественно. Он им не придаёт даже, если хотите, значения никакого. Многие святые умоляли, вы слышите, умоляли Бога, что Бог отнял от них дар чудотворений, вы слышите, прозрений и прочие вещи. Умоляли Бога. А почему? Знали себя, они познали себя и боялись чего? Как бы мне перед этими, вот, небольшой группой людишек, которые узнают, ну, сколько человек узнает, что я чудотворец, не возгордиться бы этим? Как мы часто перед кем хвастаемся-то? Перед одном-двумя человеками? Ну, пусть перед сотней, ну, пусть перед тысячей. Всё равно это чепуха. И всё равно это всё кончится. Вся эта слава человеческая – ничто, нуль. Но этот нуль может оказаться колоссальным временем на человеке и утопить его, как только он придаст значение этой славе человеческой. Недаром игумен Никон в одном из писем писал одному человеку, бойся тщеславия этой змеи ядовитой. Как змеи ядовитой, бойся этого и гони это. Так вот, есть, оказывается, есть возможность, к сожалению, прилезть инуди. Вот как мы смогли получить доступ к ядерным силам, так и видим, каковы результаты, так и здесь, оказывается, есть возможность, возможность получения какой-то власти или какого-то доступа к скрытым силам человеческим. И поскольку поскольку это, вот это, вот этот путь абсолютно игнорирует нравственное начало в человеке, то, что происходит с человеком? Вспоминаю вам замечательные слова Антония Великого. Когда мы поступаем по заповедям его, мы соединяемся с Духом Божиим. когда мы живём вопреки, мы соединяемся, вы слышите, это естественно происходит, соединяемся с демонами-мучителями. Это естественно происходит, потому что подобное соединяется с подобным, просто соединяется. Наша душа духовна, как и духи. И как вода с водой соединяется, масло с маслом, так и душа человеческая в зависимости от своего состояния соединяется или с Духом Божьим, или с демонами-мучителями. И вот эти вот скрытые силы человека, к которым человек приходит вот этим дьявольским путём вопреки воле Божией, вопреки главной цели жизни, цели жизни – это богоуподобление, очищение себя, искоренение страстей, искание Бога, а ничего чего-либо в этом мире. Так, вот это вот гордостное или глупое стремление, оно приводит к тому, что человек, кажется, приобретая что-то, а возможно, что что-то, он и может приобрести, нечто, пусть крупицы, но он соединяется в силу своего ложного духовного состояния с демонами-мучителями. Он может что-то сделать, что-то, но прямо вам скажу, очень немного. И он, если что может, то к людям незащищенным, христианам ничего не может сделать, искренним христианам, которые, так сказать, с верой относятся к Богу, живут, ничего он не может сделать, этот человек. Но кому-то могут, кому-то, кому Бог попускает. Я вам скажу, есть такие злые, вот те же колдуны, которые готовы были бы весь мир уничтожить, испепелить. Да нет. Кому-то, отдельному человеку, что-то можно сделать. И всё. И ничего больше. Его боятся, потому что знают, страшатся, но руки-то у них очень и очень короткие. Да, они вот приобретают эту возможность, некую эту способность, что-то такое делают. Но, кстати, тоже, учтите, не просто так делают, а с напряжением требуется сопричастие вот это усилие человеческого. Усилие не просто так это совершается. Отсюда называем оккультизм, оккультус, то есть тайный, тайный, то, что в греческом слове мистикоз выражается. Вот, сюда оккультист, это кто такой? Вот эти вот колдуны, экстрасенсы и так далее. Но, я помню, мы с вами же говорили же, по-моему, об этом, что есть естественная мистика. Помните, мы же говорили. То есть, когда человек от рождения вдруг проявляется, он видит, что в сейфе. Видит и всё. Отец в ужасе, там секретнейшие документы, а там дочка вдруг читает. Он за голову хватается. Ещё бы. Да, есть естественная мистика, а есть приобретённые. Вот эти вот люди, которые, не обладая, может быть, от природы этим, или обладая в ничтожной степени, затем стремятся развить эти силы, приобрести их и использовать своих тщеславных, горделивых, иногда корыстных целей, всякое это бывает. Вот это опаснейшее дело. Вот, что можно сказать о скрытых силах в человеке. Вот, что я подразумевал, когда поставил этот вопрос. Итак, есть мистика, я могу сказать этим словом, мистика демоническая, есть мистика естественная, есть, вот тут мне не хочется говорить, мистика божественная, так мне не хочется употреблять этот термин. А почему, приожжение к Богу? В смешении происходит. Это что ж такое, я колдуна, и макария египетского назову одним словом, мистик? Не по себе. Не нравится мне это слово в приложении ко всему тому, что связано с Богом, с Богопознанием, со святостью. Но есть, оказывается, возможность, да, когда в человеке раскрываются естественно эти потрясающие возможности, но как раскрываются? Они раскрываются в Боге, то есть в любви, и никогда никому не принесут они вреда ни самому, ни другим. Вот так. Так что, вот эти возможности в человеке, они при общении с Богом раскрываются. Не думайте так, что в человеке этого нет, а Бог в нём начинает действовать. Нет, нет. Запомните, пожалуйста, одна из самых основных идей присущих, я бы сказал, истинному христианству православия. В чём заключается? Выражается она одним словом. Синергия. Мы отрицаем и считаем это заблуждением то убеждение в других религиях, когда я считаю, что Бог может сам делать всё, что хочет, то и делает. Вы слышите? Может Бог всё, что хочет делать? Вот вопрос к христианину. Мы твёрдо скажем нет. Как нет? Нет. А так нет. Если бы он мог делать всё, что он хочет, он бы не дал уже первому человеку пасть. Нет. Бог создал того, кому он дал свободу полную. И не может Бог коснуться нашей свободы. Поэтому всё, что мы говорим, действия Божьи и так далее, оно всегда находится в русле чего? В лоне чего? Синергии с человеком, со-человеком, человек с Богом. Вот, оказывается, какое великое дело. Мы не удивимся, что человек не может ничего сделать без Бога. Ничего удивительного нет, но совершенно потрясающее, нечто удивительное, беспрецедентное, я вам скажу, в истории религиозного сознания, когда мы говорим, Бог не может ничего сделать с человеком без человека. То есть, помимо, вопреки его свободы, вопреки того его духовного состояния, духовной направленности, если хотите, которая в нём присутствует. Вы слышите, какое мы сильнейшее утверждение делаем? Вы теперь понимаете всю колоссальную значимость вот этого беспрецедентного святоотеческого учения о синергии. Это не какой-то аспектик. Нет. Это сердцевина. Синергия. Знаете, как с этим не согласятся в мире мусульмане? Как это Аллах не может всё сделать, что хочет? Это же кощунство. Прямо скажут. И мы их прекрасно поймём. Для них – да. для нас – наоборот. Сказать, что Бог может делать всё, что угодно с человеком, помимо, помимо духовного состояния, его свободы, его духовной направленности, мы скажем – это кощунство. Это неиспровержение Бога. Бога любви. Ну, вот так, друзья мои. Это по поводу, значит, этого вопроса. Если у вас, может быть, в связи с этим что-то ещё какие-то остались тёмные пятна, тёмные, чёрные дыры остались, говорите, то мы сейчас в них нырнём. Тогда, если что-то осталось. Только, вы знаете, опасно. Говорят, если всё, что нырнуло в чёрную дыру, всё уже, всё уже, возврата нет и не будет. Ну, хорошо, это то, что по первому вопросу. Второе, понимание человека, разные мнения. Но это вы помните с самого начала, как только мы приступили с вами к курсу антропологии. Помните, это было очень давно, очень. А столько давно, что трудно даже вспомнить. Когда мы говорили, некоторые говорят, что человек – это только обезьяна. Помните ли? Обезьяна, которая развилась, вот, пожалуйста, в силу эволюционного, эволюционных законов каких-то и превратилась в человека. Вот. Или человек, помните, как Руссо говорил, это существо, существо доброе и прекрасное, только социальная среда там его портит. Другие говорят, что человек – это табуля раза. Помните же? Чистая доска. Кто-то говорит, что человек – это машина. Кто-то говорит, что это лишь формина. Формула. И каких только. Вот эти вещи, которые, я надеюсь, вы теперь вспомнили, о чём идет речь. Вот это всё относится к пониманию человека. И, наконец, христианское понимание человека. Ну, о нём я ничего не могу сказать, потому что ничего не знаю. Но вы-то всё знаете уже. Каково христианское понимание человека? Каково? Человек в честь Иссы, не у разуме, приложися скотом бессмысленным и уподобися им. Ужасно. Это или не это? Что-то я ещё сразу сообразить даже не могу. Вот так. Ну, вспомнили, да, об этом теперь? Речь идёт именно об этом. Ну, хорошо. Хорошо, друзья мои. Это напоминание вам о делах давно минувших дней. Ну, поскольку у нас уже курс, я вижу, кончается, и нам с вами надо поговорить, по крайней мере, о последних некоторых моментах учения о человеке. Видите, я хочу вам сказать о посмертном состоянии. Ну, как вы все знаете, я там был, уже даже книжку написал «Посмертная жизнь Иосифа», да. Ну, у вас это книжечки есть теперь, так что вы можете там это всё прочитать, ознакомиться. Я, может быть, обращу ваше внимание на несколько моментов, связанных с этим вопросом. Когда мы говорим о посмертном состоянии, во-первых, речь идёт о смерти, естественно, тела. Христианство прямо утверждает. И очень большой опыт исторический тех людей, которые по той или иной причине возвращались к жизни, опять тела, говорят об удивительной вещи. В частности, особенно замечают вот эти воспоминания Экскуля. Да, говорят о том, что человек, не теряя даже самосознание, оказывается там. Он даже сначала может не понять, как и пишет этот Экскуль, он даже не понял. Когда вдруг обращается, его никто не слышит. Пытается прикоснуться, его рука проходит сквозь. Он ещё сначала понятнее. Потом уже дошёл. Это значит, я умер. Вот видите, интересные вещи. Но это момент, может быть, не столь уж такой важный для нашей с вами темы в целом. Но он любопытен тем, и важен, я бы сказал, тем, что Личность как таковая, его самосознание, и как внутреннее осознание именно, да, со смертью тела не исчезает нисколько. Остаются восприятия окружающего мира, слышит и видит, воспринимает его, переживает, переживает. Вот. Причём подчас переживания эти бывают самого разного характера. Вот особенно тяжёлые бывают переживания в первое время, когда вдруг видишь, что родственники, друзья уже о нём и забыли, а начинают спорить о его наследстве там. Понимаете? Особенно трагические переживания для этого человека. Но всё это касается, знаете ли, какого момента? Всё-таки это же ещё не смерть до конца. Мы же говорим о тех, кто вернулся к смерти. И вот эти все переживания по этому и описания, которые мы находим, сейчас очень интересно, у Калиновского, например, переход к книжке, Моуди, или Муди, да, «Жизнь после жизни», Роулингса, особенно любопытная книга, «За порогом смерти», они важны чем для нас? что они, хотя начальным свидетельством того, что подтверждает изначальное христианское учение о посмертном существовании человека, точнее, его души. Я вам скажу, что в этом отношении вот книга Роулингса, «За порогом смерти», она особенно для нас важна в том смысле, что в отличие от того же Моуди и многих других, она пишет не только о блаженных состояниях души, когда видит этот свет, когда ощущает любовь, кажется, и вот это вот все такое в радужных и светлых тонах и оболочках, а он прямо передает свидетельство многих возвращенных к жизни о том, что они переживали буквально адские мучения. Причем он пишет и кто? Очень любопытно, что это переживали самоубийцы, например. В одном случае он пишет об очень верующем человеке, верующем в каком смысле? В таком практикующем христианине. Жалко, что этот Роулингс, конечно, не имеет никакого представления о православии и православном понимании веры, о том, что она освоится к духовной жизни, а вовсе не просто к этим внешним вещам, когда он ставит свечки и целует иконы, а остается сам в душе сущим, может оставаться сущим демоном. Так вот, Роулингс пишет, кстати, об одном таком верующем, который переживал жестокие муки, и с этого, по-моему, начинается его книжка, когда этот реанимируемый человек, вместо того, чтобы кричать «Прекратите, доктор!», как обычно это все возвращаемые им к жизни кричали, потому что он был сильнейший такой, иногда ломал даже ребра, так уже, знаете, качал человека, массажировал, муссировал его сердце, там, лёгкие, что подчас ломал даже, поэтому возвращаемые к жизни кричали «Прекратите, доктор!». А здесь точно наоборот, он был поражён. «Доктор, не прекращайте!» «Доктор, не останавливайтесь!» Он был потрясён. Он говорит, «Это первый случай в моей такой жизни произошёл». Оказалось вот что. Адские муки переживал этот человек, как только он опять оказывался там, на том свете. Я почему упоминаю об этом? Христианство всё время это утверждает. Говорит, есть ад и есть рай. То есть, есть состояние блаженства, посмертное, есть состояние мук, посмертное. И прямо утверждает и объясняет причину того и другого. Это изначальное учение. На Роулингса я почему ссылаюсь, потому что, если хотите, это научное уже подтверждение, некое научное подтверждение тому, о чём христианство говорило. Причём, вот видите, я сказал научное. Как будто христианство это какая-то сказка или фантазия. Да и эти все опыты христиан, разве это не наука? Вся наука строится на опыте. Это разве не факты, о которых говорило христианство? Ну вот видите ли, нет. Когда говорит христианский святой, который даже в мыслях не допускает лжи, это не наука. Так когда говорит хирург, доктор, который не знает в Бога, верит или нет, но говорит об этих вещах, всё, это уже наука. Вот таково наше, к сожалению, отношение к фактам. Итак, что же говорит ещё христианство? Оно утверждает, и есть такое вот слово, мытарство, что душа по смерти человека проходит два принципиально различных, я бы сказал, пути своей жизни, хотя не все. Если соотносить с нашим человеческим временем, то утверждается так. Первые, говорят, три дня, душа находится здесь. Ну, может быть, три дня потому, что, может, православная традиция такая, что хоронят на третий день, может быть, поэтому, я не знаю, хотя в Греции хоронят и на первый день, пожалуйста, могут похоронить. В общем, это разные традиции, но, по крайней мере, таково утверждение. Но это не принципиально. Затем шесть дней утверждают, и нет у нас оснований для сомнения, утверждают, что шесть дней душа соприкасается с Божественным миром. Ну, образно говоря, и мы с вами здесь можем только образно постоянно говорить, это нужно знать, образно говоря, душа проходит перед лицом всего того, что мы, ну, назовём добродетелями. Вот этим прекрасным добрым, перед этими духовными, как принято говорить, ценностями, что ли. В каком виде, в каком облике? Это вопрос другой. Но душа непосредственно соприкасается с этим, с этими всеми, с этой красотой Божественного мира в разных его сторонах. Здесь и смирение, здесь и любовь, здесь и целомудрие, здесь и мужество, здесь и бескорыстие. Всё то, что именуется христианскими добродетелями, соприкасается непосредственно с красотой вот этого Божественного мира. И вы знаете, что происходит? Ведь нет сомнения, что здесь происходит. Это совсем не случайность, не случайность, что душа, во-первых, именно с этим миром соприкасается. Здесь происходит, если хотите, своего рода экзамен души. К чему она стремилась? Что она хочет? В каком состоянии она пришла в тот мир? Подобна ли она вот этому миру? Стремилась ли она к нему? Есть ли она оказалась в своём стремлении именно на этом пути? Есть ли она хотя даже и падала? Если её стремления были именно сюда направлены, душа соединяется с этим Божественным миром и освобождается от прохождения, от соприкосновения с миром демоническим? Жития святых об этом говорят нам. Помните, Антоний умирает, возносится к небу. Демоны издали кричат, в Антонии, ты уже спасён! Ой, хоть здесь бы его поймать бы! Что он скажет, да, уже спасён! Ах, голубчик, давай сюда, попался! Да, ты спасён! Уже нет, говорит, нет! Это очень хороший образ такой, что видите? И учение церкви таково, что все люди, которые жили не говорю там совершенной жизнью, а даже жили, стремились жить по заповедям Божьим, каялись, были искренними, да, они, эти люди, избегают, избегают этих сетей вражьих, не прикасаются они в конечном счёте к ним, избегают того, что именуется другим, другой стороной, мытарств. вот для людей, которые оказались сильно порабощённым, порабощёнными каким-то страстям, совершившие тягчайшие грехи, не принёсшие покаяния, вот, обременённые вот этим тяжёлым грузом, эти люди проходят мытарства. Так на церковном языке, так, по крайней мере, на славянском языке звучит это слово. Проходит, вынужден проходить мытарства. Мытарства, их 20 называют, ну, по крайней мере, у Феодоры, вот, её видение, её откровение, да, перечисляется 20 мытарств. Вещи, это, надо сказать, условные, я не думаю, что их 20, может быть, 20, я не знаю, может быть, 100, может, меньше, какое имеет значение? Одним словом, они интересны чем? Что ассоциируются они с этими, с основными грехами человека, что душа испытывается на то, к чему она стремилась. Эти страсти перед её лицом появляются как некие искушения. Не соединится ли подобное с подобным? то есть соединится, обязательно соединится, если она вся заражена этим духом. Так и говорят. Вот душа на этом мытарстве, что называется, сорвалась. Обращаю ваше внимание, есть очень интересная фраза у игумени Арсения. Фраза, на самом деле, это учение, просто она её прекрасно выразила, что душа по смерти тела теряет волю. Если здесь мы можем проявить волевое усилие к совершению добра или зла и сделать его, то есть у нас есть воля, сила, вот я могу принять это решение, может быть, даже ничего не сделаю в конце, всё, я бросаю, всё, я хочу, я бросаю курить, всё, больше не буду, больше курить, а сил, сил, может быть, и нет, но я принимаю решение, я, может быть, что-то целый час не курю, может быть, представляете? Да. Одним словом, тут человек обладает какой-то волей ещё, но иногда, вы знаете, доходит до чего? Говорит, абсолютная тряпка. Всё, потерял волю. Он не может не пить. Вот, кажется, не пьёт, но столько покажите ему, всё, тут же вцепился, не оторвёшь. Он уже не может не пить, не может не колоться, не может не блудить, а уж что не может не объедаться, так это покажите мне человека, который может не объедаться. Только покажите мне. Да. Так вот, понимаете, вот это вот безволие, оно постепенно здесь уже у нас в очень большой степени растёт, если хотите, накапливается, проявляется, если человек не понуждает себя, именно не понуждает себя к жизни по Евангелию, он становится всё более безвольным в духовном отношении. Вы слышите, он может быть очень волевым убийцей, очень волевым вором, тут, пожалуйста, волевым спортсменом, ещё чем-нибудь, и полностью, полностью потерять волю вот это в духовном направлении жизнью. Так вот, со смертью тела, кажется, эти остатки рушатся, если они ещё были. Воли нет. Воли что-либо сделать, что-либо изменить. Теперь вы понимаете высказывание, то есть учение церкви о том, что после смерти покаяние уже невозможно. Почему невозможно? Не потому всё, голубчик, теперь ты попался. совсем не поэтому, а неспособен. Покаяние требует силы, а силы нет. Вот это очень важный такой психологический момент, который нужно учитывать. Может быть, душа, конечно, переживает и страдает, наверное, а сил никаких нет. Невольно, знаете, как лягушка прыгает в пасть там у удава, кричит, пищит, а ничего не может сделать. Вот такова ситуация. Вот таким образом, таким образом, смытарство – это есть нечто иное, как экзамен лицом зла. Как душа отреагирует на это? Там экзамен на добро, здесь экзамен на зло. Душа естественно, ещё раз вам повторяю, соединяется или там, или здесь. С одной страстью, с двумя страстью и так далее. Неважно. Вот что происходит. Как церковь смотрит на это состояние, когда душа срывается и оказывается в области этих тёмных духов, становится сожительницей этих духов, насельницей этого тёмного мира становится. Как церковь смотрит на это? Церковь утверждает, что это состояние может быть изменено. С самого начала своего существования она призывает молиться за усопших. Вот здесь, я вам скажу, это очень важный момент учения о человеке, христианское учение о человеке. оказывается, здесь мы вновь восходим к тому, что мы называем церковью. Надо понять, чем отличается христианское учение о человеке от всех нехристианских. Христианство утверждает, что каждая отдельная личность является клеткой в организме. Не горошина, которая может куда угодно укатиться, не горошина, которая была в мешке, то есть в обществе, а похоронили, и она укатилась в сторону, и её во веки веков нет. Нет! Вы слышите? Христианство утверждает, нет! Человек – это клетка в целостном организме. Вы слышите? И даже когда она, кажется, обмирает эта клетка, так, кажется, она почти безжизненная, находится в страшном заболевании, она находится в организме. Это очень и очень важно. А что это значит, когда мы говорим, что клеточка находится в организме, это значит, что она находится под воздействием других всех клеток. Она находится в связи с этими клетками. Она может испытать благотворные воздействия других клеток. Так вот, если в организме это всё происходит по природным законам, то и здесь Господь открыл нам, но закон уже не стихийно, природный, а закон нравственно-волевой, мы, оказывается, можем сознательно, сознательно, положительно воздействовать на состояние вот этой бессильной, безвольной и оказавшейся в тяжёлом положении клеточки нашего организма, того же организма, в котором мы пребываем, и мы живые. Бог не есть Бог мёртвых, но живых. Нет мёртвых. Вот что утверждает христианство. Мёртвость тела, но не личности. Христианство утверждает, нет мёртвых. Эта Личность остаётся в организме человечества, если хотите. Это большой организм, и она может быть, эта Личность, даже оставаться и приобщена к сердцевине, к ядру этого всечеловеческого организма, который именуется Церковью. Вот молитвы могут иметь огромнейшее положительное значение для умершего человека. Огромное значение. Каково действие этой молитвы? Что это за механизм? Мы можем, друзья мои, тут говорить только образно. Как в походе мы можем же помогать друг другу, когда кто-то подвернул ногу или плохо себя чувствует, там, заболел. Мы же берём на себя эту ношу и помогаем. Иногда ведём его, иногда несём его. Всё может быть в походе. Так? Точно то же самое и здесь. Оказывается, молитвы, искренняя молитва, какая молитва? Это очень важно. Может помочь этой душе. Вот о чём идёт речь. Что значит мы, в каком смысле употребляем мы слово молитвы? Это очень важно, друзья мои, понять. Это надо же знать. Знать почему? Потому что многие люди не понимают. И считают, вся молитва в чём состоит? Вот, я написал о покоении, рабу Божию, и подал. Батюшка, пусть там молится. На проскомедии вынет частицу. И подаю в один, два, десять, сто. зависит от моих денег, от моей ревности. Подаю другому, третьему. Что говорит церковь? Прежде всего ты должен обратить внимание на самого себя. Дай, голубчик, хоть маленькую частицу своего, я, этому человеку. Ты его, говоришь, любишь, да? Ты хочешь, чтобы его участь была более, более хорошей, доброй, чтобы он освободился, если у него что-то там есть худое. Принеси подвиг во имя этого человека. Воздержись. Ты курил? Постарайся не курить. Ты пил? Перестань. Ты обжора? Воздержись хоть немножко. Наложи хоть на себя хоть какие-то ограничения. Какие-то ограничения? Постарайся хотя бы сорок дней, когда еще идет процесс там окончательного становления личности, хотя бы эти сорок дней постарайся, постарайся соучаствовать вот в жизни этой личности, понуть себя. Сей род изгоняется молитвою и постом. Исаак Сирин прямо пишет молитва, в которой не утруждается тело, подобно сосцам высохшим и ничего не дающим. Вы слышите? Это очень интересный и важный тоже антропологический момент, друзья мои, что, оказывается, душа наша сопряжена с телом. И если мы хотим каких-то результатов, как важно, чтобы тело участвовало в нашей молитве. Другое хочу вам отметить, что мы подаем, конечно, кому-то и куда-то и чего-то. Мы говорим, церковь молится. Что под этим подразумевать? Вот, например, святитель Феофан Затворник. Я тут в книжке привожу эту цитату. Он прямо утверждает печальную вещь. Печальную вещь. Очень печальную. Но я немножко сглажу и скажу так, что редко кто молится из священников, когда вынимает частицы и читает эти записки. А то ещё придумали другое. У нас же ум, знаете, какой хороший? Я вынимаю частицы, а другое там бубницы под нос имена. Бубнит имена. Не молиться, молиться невозможно. Какое-то молиться. О, огромное количество имён. Он бум-бум-бум-бум-бум. Это называется поминовение. Это какому Богу интересно? Имена Богу известны. А если вы хотите помолиться, так молитесь. А вы что читаете мне имена? Вы просите? Мне имена не нужны. Я знаю, скажет Бог. Я молитвы не вижу. Язычеки так делают. Бубнят. А вы христиане? Или вы считаете, что я не Бог, а магическая сила какая-то, которой надо это? Как мы подменили молитву вычитыванием имён? В конце концов, возьми эти имена, сложи, скажи, Господи, ты всех знаешь, и от всей души помолись о всех тех, кто здесь есть. Это будет молитва? Ну, попробуйте вот такое сказать, вам на орехи достанется. Как это не вычитать имена? Вычитать имена, вычитать правила, вычитать молитвы. До какого ужаса язычества докатились мы. Молитва нужна, а не вычитывание. молитва об умерших, а не вычитывание имён. Элементарные вещи, говорю, правда же? И мы их забыли совсем, выбросили. Выбросили. Я вам скажу, я на завоевшем секторе, говорю священникам, вот смотрите, родительская суббота, у вас корзины мгновений. Выйдите к народу, поставьте эти корзины рядом с собой на обвоне и скажите, обратитесь. Так, читать будем имена? Закрыть двери храма. И пока я всё не прочту, чтобы никто не выходил. Я буду читать до утра. Меньше мне времени не хватит. Несколько корзин. сделайте другое, не это. А скажите, вот сейчас я буду молиться о всех, кого вы подали. Имена их Бог знает. Вы, все стоящие здесь, молитесь сейчас о тех, кого вы подали. Слежите? О всех, кого вы подали. Я, как священник, молюсь о всех, кого вы подали. Хор, пожалуйста, пусть поёт. Господи, помилуй, или со святыми. И несколько минут весь храм молится. Молится. Правда, здорово? Другие вам скажут, это ужасно. Вы, наверное, все были свидетелями. Заходите в храм, что такое? Из алтаря несётся несколько священников. Что несётся из алтаря? Перебивают друг друга имена. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это стоит. А бабку Марью слушают, а помянули или нет. Слушают все, не молятся, а слушают, когда записку и прочтут её или его. Вы видите? Вот мы говорим, как это может язычество проникнуть в христианство. Вот вам пример, когда молитва подменяется вычитыванием. А попробуй, священник, если он не проведёт вот такой вот, я бы сказал, прямо работы воспитательной, попробуй он не почитать записок. Что с ним будет? И вот он беды не знает, стоят у него корзины. что делать? Чешет затылок. Ну ладно, хоть через пятый, на десятый какую-то хоть посмотрю, что-то прочитаю хоть какие-то имена. Прочитай имена. О молитве речи не идёт, вы слышите? Ни о какой молитве речи не может идти здесь. Феофан Затворник прямо пишет. Некоторые батюшки так стали делать. Вы знаете, любопытная вещь какая? Сначала, вот когда я говорил, они возражали, а что будет народ? Потом, ну, приезжают и говорят, я говорю, как? Слушайте, вы знаете, народ в восторге. Во-первых, всё это проходит за три минуты, какие-то, две-три минуты. Вот они, все действительно наконец поняли, что они должны молиться. не батюшке подать записку, а они должны молиться. И что батюшка стоит за всех, где святом молится, а не бубнит имена. Вы подумайте, как замечательно! Ой, если бы мы могли понять это, понять уклонение, в которое мы ушли. Да, раньше церковь возносила молитву, была община, все знали друг друга. И когда кто-то заболевал и прочее, вся церковь молилась, когда его имя произносилось. Арестовали их, вся церковь молится, опять вся. Эти имена называли какие? Всем известные, что вы? Умирает кто-то, опять все молятся. А сейчас что? Какую записку, кто поймёт чего? И никто не молится. Вот как можно исказить саму суть, самую суть молитву превратить в ничто. Так вот, молитва действенна, тогда, когда, во-первых, она является молитвой, а не пустым произнесением именно. Во-вторых, во-вторых, и очень важно это надо, очень важно, тот, кто действительно хочет оказать помощь своим умершим, он должен взяться за себя. Параличный, который не может двинуть ни одним перстом, никому ничего не поможет. Ты хочешь помочь? Вот тебе лекарства, чтобы ты мог встать и помочь. Итак, мы помогаем нашим умершим, и не только умершим, и живым, в той мере, в какой мы сами очищаем свою душу. Вы слышите? Вот, оказывается, действенность молитвы обусловлена нашим духовным состоянием. Ещё раз обращаю внимание на это, что очень и очень упускается. Действенность нашей молитвы обусловлена нашим духовным состоянием. Поэтому в это время, хотя бы эти 40 дней, человек, может быть, должен прямо несколько раз поисповедаться, причаститься. Прямо несколько раз. Должен провести прямо христианскую усиленную жизнь. И пост, и молитвы, и воздержание, если хотите, во всех других каких-то возможных вещах. Чтение святых отцов. В общем, 40 дней хоть побыть христианином. Хотя бы эти 40 дней. Вот вот когда наша молитва может оказать, друзья мои, самую действенную помощь нашему усопшему. А эти тысячи записок, которые будете рассылать, не молясь сами, не делая того, о чём мы сказали, чем они останутся, не знаю. Я не хочу ничего говорить, но сами поймите, если священники не могут. Да и кто это на себя возьмёт подвиг? Скажите, батюшка, помолитесь. А что значит помолиться? Что значит помолиться? Отказаться от многих надо утешений, может быть, развлечений, увеселений, от суеты. Что такое помолиться? Помолиться надо ум свой собрать хоть немножко, себя немножко привести в рамки достойной человеческой жизни. Много вы найдёте таких людей, кто сможет откликнуться на вашу эту просьбу и действительно помянуть. Вы слышите, что действительно помянуть? Много? Подумайте и тогда поймёте. Да, очень полезно, конечно, дать нуждающимся, действительно нуждающимся людям во имя этого, причём не только обязательно верующим. Может быть, не верующим, но действительно нуждающимся людям. Бог видит, потому что любой акт любви с нашей стороны – это есть опять действенная помощь усопшему. Акт нашей любви. Потому что видите, какое-то замечательное сочетание. Всё то, что мы хотим сделать по любви другому, мы прежде всего это делаем и себе. И себе. Акт любви оказывает самое благотворное действие на кого? На меня прежде всего. И этим сам оказывает такое же действие и на того, за кого я молюсь. Вы видите, друзья мои, как много я этому моменту посвятил. Почему? Наверное, вы понимаете. Вот эти вещи, эти вещи, кажется, элементарные с точки зрения христианской веры остаются за границей сознания подавляющего большинства людей. христианской христианской